В эфире телеканала Бобруськ 360. Итоги недели. В студии Вадим Киреев. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. Право на труд, образование и отдых. Бобруськ отметил 102-ю годовщину Октябрьской революции. О чем вспоминали на митинге и какие подарки получил город в знаковую дату. Покажем. Только вперед и только ввысь. Фондок отметил свой юбилей и ярко вошел в новое десятилетие. Бесплатные обеды и теплая одежда. Расскажем, как территориальный центр соцобслуживания населения вместе с благотворителями помогают бездомным вернуть в дом. Статус в обществе. Безопасность и дисциплина. Как в городе выполняется директива номер один президента Беларуси и в чем все-таки есть пробелы. До новых встреч. Фестиваль. В областном театре драмы и комедии прошло закрытие главного форума этой осени. Какой спектакль признан лучшим? Битва четырех наций. На льду Бобруйская арена схлестнули клюшки хоккеисты из Белоруссии, Латвии, Дании и Австрии. Денежные подарки и повышение процентных ставок. На удочку мошенников попадаются клиенты Беларусьбанка. Как избежать потерь? И ушел на 68-м году жизни. Во Франции умер модельер Патрик Луи Витон, проправнук знаменитого основателя торгового дома Луи Витон. 102-я годовщина праздника исторической памяти и истинных прав человека. В Беларуси отметили день Октябрьской революции. Политической окраски в этом празднике остается все меньше. Он обретает другие оттенки. Так и оставшись красным днем календаря, 7 ноября – дата созидания и масштабных подарков. Вот и в Бобруйске историческую дату встретили не только возложением цветов к памятникам, но и приятными, а главное – практичными сюрпризами. Обо всем по порядку Мария Бересневич. В Бобруйске Октябрьскую революцию отметили на главной площади города. Власти, представители Коммунистической партии Беларуси, общественных объединений, активисты Союза молодежи, трудовые коллективы и горожане возложили алые гвоздики к памятнику вождя мирового пролетариата. День Октябрьской революции дает возможность осмыслить наши достижения. Задуматься об уроках истории и о том, что предстоит сделать в будущем. А еще это хороший повод, чтобы вспомнить о прошлом. Конечно, исторические моменты сложились так, что поменялись взгляды, поменялись мнения по этому празднику. Но я еще раз повторяю, что историю в очереди жизни нельзя. Поэтому как бы ни хотелось бы, конечно, но этот праздник есть был и будет. И все-таки больше ста лет мы этот праздник уже отмечаем. Хотелось бы, конечно, чтобы это было в более широком формате. Все-таки, чтобы предприятия все-таки показывали свою продукцию, как это было раньше, все в советские времена. Открывать новые социальные объекты 7 ноября в Беларуси стало доброй традицией. Бобруйск не остался в стороне. В этом году руководство города сделало акцент на здоровье жителей. В канун праздника очередную красную ленту перерезали в анкодиспансере. Здесь появился современный аппарат «Мамаскан». Подобная техника в учреждении здравоохранения уже есть, но у нового цифрового маммографа свои преимущества. Снижена лучевая нагрузка и ускорен процесс приема пациентов. А еще у врачей появилась возможность проводить больше скрининговых и диагностических исследований. Доступна она женскому населению, критерии от 50 до 70 лет, потому что, скажем так, вероятность рака молочной железы в этом возрасте возрастает. Поэтому те люди, которые более вероятно выявить в них эту заболеваемость, для молодых это менее актуально, а для этой возрастной категории более актуально. Вот эта возрастная категория подлежит скрининговому обследованию. С начала года обследования у специалистов прошли 3000 женщин. Помимо Бобруйска здесь обслуживают жительниц пяти прилегающих районов. Как показывает практика, на тысячу исследований пять случаев заболевания. «Этот аппарат имеет возможность проведения пункционной биопсии под рентген-контролем. То есть мы сможем и диагностировать, увидеть клетки, какие в опухоли, и более ранняя диагностика позволит провести и более качественно в дальнейшем лечении». Аппарат стоимостью 300 тысяч рублей закупило Министерство здравоохранения, а кабинет под особую технику подготовили за средства госполкома. «Здоровье мы не купим. И важно сегодня вкладываться в систему здравоохранения, делать и открывать такие кабинеты, а главное продолжать то, что мы начали даже уже в текущем году. А это реконструкция нашей детской больницы, а это пристройка к больнице Марзона. И уверен, то, что мы запланировали уже на 2020 год, мы откроем их в те намеченные сроки и даты, которые запланировали уже». К слову, во время открытия нового кабинета мэр города Александр Студнев акцентировал, жители в полной мере должны быть осведомлены о тех медицинских услугах, которые сегодня созданы на базе учреждений здравоохранения. Для этого председатель горисполкома предложил создать единый короткий номер. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На медицине перерезание красной ленты не закончилось. В тот же день горожан порадовали новым магазином, но не продуктовым, а мебельным. Его открытие приурочили к знаковой дате. 90 лет назад в Бобруйске появился деревообрабатывающий завод. За свою многолетнюю историю предприятие получило статус настоящего бренда с лейблом «Made in Babruysk». За 9 десятков лет завод пережил и Великую Отечественную войну, и развал СССР, и годы рихолетия. Сегодня «Фандок» – современное предприятие, продукцию которого знают во всем мире. О гиганте с почти вековой историей Максим Кембель. Мизерные зарплаты, просрочка с ее выплатой, туманные перспективы, а то и полное отсутствие таковых – это все осталось в прошлом для «Фандока». Сегодня это без преувеличения гигант белорусской деревообрабатывающей промышленности. 90% продукции, которая отправляется на экспорт в 35 стран мира. В честь своего юбилея Бобруйское предприятие преподнесло себе и всему городу подарок – торгово-выставочный центр. В нем представлена вся линейка мебели завода, и, что самое главное, из экологически чистых материалов. Кстати, Бобруйская продукция дополняет интерьер жителей Дании, Бельгии и Германии. На первом этаже здания будут представлены предприятия, входящие в холдинг. Это «Гомель-древ», «Ельская мебельная фабрика». Скорее всего, еще приедет «Могилев-древ». Прошлый год для «Фандока» с финансовой точки зрения стал лучшим за последние 20 лет. Причина тому – законченная модернизация и, конечно, усилия работников. Плюс ко всему, с появлением системы видеонаблюдения выросла и выработка. Контроль в режиме реального времени стимулирует и дисциплинирует сотрудников. Основа предприятия – производство фанеры – это 70% выручки. А также мебель, столярные мебельные плиты, пиломатериалы и ДСП. На дальнюю перспективу планы, конечно, мы не строим, но только вперед и только развитие. То есть оснований того, что мы остановимся, забрем, просто у нас нет. У нас, как бы, следующий, наверное, будет слоган у предприятия – только вперед. Бухгалтер Ирина Сахарова любимому фондоку отдала 29 лет жизни. Специалист признается, не жалеет об этом ни на секунду. Говорит, видимо, это судьба. Ведь родители Ирины тоже фондоковцы. Семейная династия должна была продолжаться. Предприятие вообще – это как вторая семья. Мы проводим на работе больше времени, чем дома. И оно до такой степени родное. Очень приятно развиваться вместе с предприятием. Видеть, как оно растет, модернизируется. За преданность родному заводу и за высокий профессионализм. Ирина Сахарова, как и еще три десятка работников, в честь юбилея были отмечены и награждены грамотами и ценными подарками. Кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Концертная площадка Дворца искусств превратилась в место, где партнеры, друзья и коллеги поздравляли фондоковцев с их праздником. Уверен, что руководителям и работникам предприятия по силам выполнить самые серьезные задачи. А потому искренне желаю вам успехов в добрых начинаниях, новых возможностей для реализации жизненных планов, от радных перспектив, оптимизма. И пусть ваш нелегкий и неустанный труд найдет широкий отклик и поддержку в сердцах всех граждан города и нашей страны. Песни, шутки и неповторимые эмоции работников и ветеранов-гиганта своим творчеством поздравили и ведущие артисты республики. Здравствуйте, чужая пилая, радость мечты моей. Счастья вам, дорогие, удачи, много-много денег, хорошего-хорошего настроения и пусть всегда, везде вас хранит Господь. Всех сотрудников, все руководство, дирекцию белорусского предприятия в городе Бобруйск фондок с юбилеем, с 90-летием. Всем здоровья, счастья, удачи, любви, продвижения вперед и вверх. 3000 работников ежедневно вносят свой вклад в развитие и финансовое благополучие родного предприятия. И по праву говорят, фондок – это наш дом. А Бобруйск гордится заводом почти с вековой историей. Вперед и вылезь, вперед и вылезь, мой по жизни и свыше. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Насколько в стране будет расширена сеть платных дорог? На какую новую уловку могут попасться небдительные клиенты Беларусьбанка? И сколько национальных наблюдателей будут следить за соблюдением порядка и проведением предвыборной агитации в СМИ? О важных заголовках этой недели смотрите далее. На выборах депутатов в Палаты представителей 7-го созыва уже аккредитовано более 17 тысяч национальных наблюдателей. Как сообщает глава Центрсберкома Лиди Эрмошина, это не предел. Обычно их число на выборах составляет около 40 тысяч. По ее мнению, текущая цифра увеличится еще в два с лишним раза. На выборах аккредитован 551 международный наблюдатель от СНГ, УБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эксперты присутствуют на заседаниях ЦИК наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в СМИ. Всемирный банк намерен выделить Беларуси почти 100 миллионов долларов для развития устойчивого энергопользования. Новый проект предусматривает переход котельных с природного газа на древесную биомассу. В многоквартирных домах проведут тепловую модернизацию. Ожидается, что комплексная тепловая реформа затронет около 250 домов. Экономия по счетам может достигать 40%. Помимо Всемирного банка, финансирование на реализацию проекта предоставит Европейский инвестиционный банк и Глобальный экологический фонд. Беларусьбанк предупреждает своих клиентов о новой уловке интернет-мошенников, которые выманивают у них данные доступа к банкингу. Злоумышленники, рассылая в сети информацию якобы от банка, сообщают подписчикам, что к своему юбилею Беларусьбанк делает денежные подарки в виде прямых выплат и повышения процентных ставок. Тем, кто желает получить такие презенты, следует передать данные платежных карт, номера мобильных телефонов, одноразовые смс-коды, а также паспортные данные. В Беларусьбанке подчеркивает, что свое столетие он будет праздновать только в 2022 году и просит своих клиентов проявлять бдительность. В Беларуси расширят сеть платных дорог за счет присоединения нового участка. Это предусмотрено долгосрочной программой правительства. С 1 декабря станет платным отрезок трассы М6 Минск-Гродно-Граница Польши. Речь идет об участке протяженностью 62 километра со 134 по 196. Таким образом, итоговая протяженность платных дорог в стране составит 1787 километров. Безопасность и дисциплина. На неделе в госполкоме обсудили вопросы, связанные с выполнением директивы номер один в нашем городе. Это темы охраны труда, дорожного травматизма, уровня преступности и не только. Сегодня в городе ведется большая работа по укреплению общественного порядка. На протяжении многих лет отмечается снижение уровня преступности. А вот количество происшествий на дорогах в этом году наоборот выросло. Их зафиксировано 53. А это на 9 случаев больше, чем в 2018. Важной темой обсуждения стала и охрана труда. За 9 месяцев этого года на производстве города произошел 41 несчастный случай. Для сравнения, в прошлом их было 50. Происшествия по вине нанимателя были на таких предприятиях, как Бобруйск-мебель, Букдеп, Бобруйск-молоко, Фондок, Бобруйское монтажное управление Могилев-техмонтаж и других. В топе причин травматизма по-прежнему неиспользование работниками средств индивидуальной защиты и нарушение требований при эксплуатации оборудования. По результатам контрольно-надзорной деятельности, за 9 месяцев этого года в городе 41 должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение правил содержания дорог и улиц. 9 должностных лиц за невыполнение предписаний, 42 за допуск участия в дорожном движении транспортного средства не прошедшего государственного технического осмотра. Председатель горосполкома Александр Студнев отметил, теперь важно провести детальный анализ всей информации и дать оценку действиям должностных лиц. Он подчеркнул, что непосредственно руководители несут ответственность за все процессы на своих рабочих местах. Градоначальник призвал мобильные группы уделить внимание также малому бизнесу и провести тщательную проверку частных предприятий на предмет безопасных условий труда. Протянули руку помощи. ТЦСОН Ленинского района совместно с Бавруйской епархией обеспечивают бесплатным питанием людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Горячий обед тот, кто голоден, получает 4 раза в неделю. Помогают здесь уже не первый год подряд. Кстати, не только в еде, с ножа и одеждой. О трудовой терапии, благотворителях и руке помощи смотрите прямо сейчас. Александр Белявский в ТЦСОН Ленинского района в этот раз пришел по приглашению. В свои 46 он испытывает некоторые проблемы. На жизнь мужчина зарабатывает как может. В основном участвует в сезонных работах. Недавно с полей убирал картофель, капусту и морковь. Сейчас пришло время приодеться к холодам. Но денег не хватает. В этом помогают неравнодушные. Ну вот, куртку дали, сапоги. Ну, что в парке там убирали. Конечно, спасибо, что помогают. Так как я сегодня один, у меня никого. Если работа, в принципе, проблема сейчас. Утепленной спецодеждой для нуждающихся пожертвовала Легпромразвитие. А зеркала с надписью «Ты можешь измениться» специально изготовил алмаз-люкс. В знак благодарности за нужные подарки. Люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогли с уборкой листьев в парке культуры и отдыха. Это отмечают организаторы стола своего рода трудотерапией. В нашем проекте участвуют около 25 граждан без определенного места жительства, которые приходят, получают горячее питание 4 раза в неделю. Идея кормить голодных, кстати, совместная с социальным центром Бобруйской епархии. Все это в рамках проекта «Рука помощи». Каждый будний день, кроме среды, на базе территориального центра утоляют голод около 15 человек. При этом поддержка бездомных не заканчивается одними только обедами. Здесь помогают восстанавливать документы и устраиваться на работу. Весь акцент на то, чтобы показать человеку, он может измениться. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Овации и свет софитов. В театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича подвели итоги фестиваля национальной драматургии. На 6 дней Бобруйск вновь превратился в культурную столицу страны. Зрители смогли лицезреть более 10 спектаклей по пьесам отечественных авторов в исполнении актеров различных театров из Белоруссии, России, Украины и Грузии. А под занавес поклонники Мельпомены увидели постановку «Сертаки». К слову, Бобруйская постановка завоевала приз за лучшую сценографию. Кто еще отличился на театральной Ниве и получил свой персональный Оскар, расскажет моя коллега Людмила Любимцева. Шестидневную программу театрального марафона завершил спектакль Бобруйской труппы «Сертаки». На суд жюри и зрителей актеры представили постановку по пьесе белорусского драматурга Ольги Прусак. В ней повествуются о девушке, которая приехала в огромный город, чтобы стать артисткой. Она полна надежд и позитива, однако реальность вносит свои коррективы в ее планы. «Сертаки» завоевал приз за лучшую сценографию. Этот спектакль создавался специально для показа на фестивале и теперь займет достойное место в репертуаре нашего театра. Творческая группа в составе режиссера Татьяны Троянович, художника Валентина Правдина и режиссер по актерскому мастерству Станислав Савостин. Это уже наш давний союз. Мы сотрудничаем не первый год. Закрытие культурного форума – это всегда подведение итогов и раздача театральных Оскаров. Просмотрев все постановки, а их было в программе фестиваля более десяти, жюри вынесло свой вердикт и признало лучшим спектаклем «Папа, ты меня любил» Киевского академического театра «Золотые ворота». В оригинале пьеса молодого драматурга Дмитрия Богославского называется «Тихий шёпот уходящих шагов». Она также стала фаворитом этого сезона. В основном тенденция всех спектаклей и современной драматургии – это критический взгляд на прошлое, это критический взгляд на современность, это индивидуальные собственные высказывания драматурга и собственные высказывания режиссёра. На этом раздача наград не закончилась. Приз за лучшую мужскую роль получил Дмитрий Попченко. В спектакле «Летели качели» Гомельского городского молодёжного театра, а в номинации «Лучшая женская роль» победила Анна Семеняка в постановке «Серожа» Республиканского театра белорусской драматургии. Я хочу сказать несколько слов про наш фестиваль. Учим его отметность, уникальность, у тем, что все спектакли, которые шли в нашей программе, программа называлась «Спектакль театра драмы», шли по творогу белорусских авторов. И такого фестиваля больше нема, только это его уникальность и выключенность. Напомню, город на Березине встречал творческие коллективы из Белоруссии и страны СНГ уже в седьмой раз. Впервые в этом году в Бобруськ приехали артисты из Грузии, города Гори. Программа форума была яркой и насыщенной. В афише сатирические пьесы, мюзиклы, мистерии и моноспектакли. После каждого показа проходили серьезные обсуждения постановок. Театральные критики и деятели искусства делились своими мыслями и видением того, как подошли к прочтению пьес и их воплощению на сцене режиссеры, художники и актеры. Что приятно, фестиваль растет. И главное, что за эти несколько, ну я не хочу сказать лет, это уже десятилетие складывается, но мы сделали главное дело. Белорусская молодая драматургия пошла значительно вперед. Пошла значительно вперед. Она обогащает теперь не только Беларусь, но и Россию. Традиционно программа фестиваля включила в себя также читки пьес, лекции, презентации при поддержке Центра белорусской траматургии и Центра экспериментальной режиссуры. Творческая лаборатория способствует открытию новых молодых талантливых авторов, разработке и совершенствованию театральных направлений. Такое разнообразие, такие разнообразные коллективы, такая разнообразная тематика, такое проникновение и в человека, и в ситуации, и в сегодняшний день. Это очень радостно. Этот фестиваль Бобруйску надо обязательно держать. Нужно, чтобы он все-таки проходил, потому что, в общем, все время говорится о том, что, может быть, его забрать в Минск, но не отдавайте этот фестиваль, вот, потому что это ваша такая фишка замечательная. Следующий форум пройдет по традиции через два года. Ну а мы говорим «До свидания, фестиваль!» «До новых встреч!» Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели. После высказывания Эммануэля Макрона между Европой и Североатлантическим альянсом разгорелся скандал. Тем временем Дональда Трампа оштрафовали на 2 миллиона долларов за использование средств благотворительного фонда в личных целях. Об этом и не только в нашем традиционном мировом дайжесте. Громкий международный скандал разгорается между Европой и Североатлантическим альянсом. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО в настоящее время переживает смерть мозга. Так он выразился в одном из интервью. Макрон пояснил, европейцы сегодня оказались на краю пропасти и больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Выход из сложившейся ситуации президент Франции видит в том, чтобы европейские державы начали думать о себе как о самостоятельной геополитической силе и сами могли контролировать собственную судьбу. На риски слова французского лидера ожидаемо отреагировал Генсек альянса Йенс Столтенберг. Он утверждает, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без поддержки НАТО. Двое бывших сотрудников компании Twitter стали фигурантами уголовного дела в США о слежке за пользователями социальной сети в интересах Саудовской Аравии. Четыре года назад они собирали персональные данные авторов популярных критических публикаций о королевской семье, а затем передавали их спецслужбам в Саудовской Аравии, а именно электронные адреса и номера телефонов, записанные в профилях пользователей. К концу года администрация социальной сети зафиксировала утечку информации, но к тому моменту они уже собрали данные более 6 тысяч учетных записей. Бывших сотрудников Twitter и их предполагаемого сообщника обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах. Верховный суд штата Нью-Йорк оштрафовал президента США Дональда Трампа на 2 миллиона долларов за использование средств благотворительного фонда в личных целях. Иск был подан генеральным прокурором Нью-Йорка еще в июне прошлого года. Тогда прокуратура обвинила семью Трампа в нецелевом расходовании средств фонда. В частности, указывалось, что деньги были пущены на финансирование избирательной кампании самого Дональда Трампа в 2016 году. Теперь фонд, принадлежащий главе США, будет обязан распределить данную сумму между целым рядом благотворительных организаций. Сам фонд будет расформирован под контролем суда. Свои активы он передаст другим благотворительным организациям. Во Франции умер модельер Патрик Луи Виттон. Про правнук основателя торгового дома Луи Виттон сообщается в официальном инстаграме компании. Напомним, торговый дом появился во Франции в 1854 году. Под этим брендом выпускаются чемоданы и сумки, модная одежда, парфюмерия и аксессуары люксового класса. Патрик Луи Виттон присоединился к работе компании в 1973, тем самым продолжив семейную династию. Модельеру было 68 лет. Причины смерти пока не называются. Битва четырех наций. На льду Бавруйской арены схлестнули клюшки хоккеисты из Беларуси, Латвии, Дании и Австрии. Турнир последний и основной перед молодежным чемпионатом мира в первом дивизионе, который уже меньше чем через месяц примет Минск. Поэтому ставки на эти игры как никогда высокие. Обкатать состав и посмотреть на соперников. Все четыре участника равны по силам и по именам. Но у белорусов был небольшой перевес. Семитысячная арена гнала их вперед. О турнире по горячим следам Максим Кембель. Бавруйские любители хоккея соскучились по большим матчам. Тем более наш семитысячный ледовый дворец, третий по величине в стране. Наш город принимал и чемпионат мира по хоккею среди юниоров, и игры национальной сборной и континентальной хоккейной лиги. И вот новый вызов – турнир четырех наций. Сильнейшего между собой определяли хоккеисты из Латвии, Австрии, Дании и, конечно же, Белоруссии. Очень напрашивалось, что чемпионат мира Минский молодежный команд через месяц, провести подготовительный этап Бавруйский с точки зрения популяризации хоккея, да и вообще привлечение зрителей и привлечение внимания на периферии хоккею. В первый игровой день Австрия играла против Дании, а Беларусь принимала Латвию. В матче датчане не оставили шансов австрийцам 4-1. Но допростят нас наши гости, но куда интереснее и важнее для нас, что происходило вечером на льду Бавруйской арены. Кроме как победы, других вариантов у белорусов и быть не могло. Больше пяти тысяч болельщиков гнали своих любимцев только вперед. Стартовый отрезок хоть и получился безголевым, но сразу задал тон встречи. Наши хоккеисты активно атаковали, чем создавали немало проблем голкиперу сборной Латвии. Но распечатать ворота гостей удалось лишь ближе к экватору второго периода. Егор Буяльский точным броском поддержал передачу Данилы Климовича. Третий период также прошел под контрольным хозяев площадки. И надо сказать, что мы могли увеличить преимущество. Самым явным казался момент в конце финальной 20-ти минутки. Наши хоккеисты почти две минуты играли в пятером против трех латвийцев. Но белорусам не удалось еще раз огорчить гостей. Финальная сирена зафиксировала минимальную победу красно-зеленых 1-0. Игра была очень активная. Молодежный хоккей всегда предполагает большие скорости. Никаких контролируемых выходов из зоны. Все очень быстро происходит. Но мы перебегали сегодня соперника. Играли в более умный хоккей. Реализовали свой момент. Конечно, лучше было бы, если бы мы все моменты реализовали. Сегодня у нас было их очень много. Но, тем не менее, я считаю, мы сегодня хорошо сыграли. Во второй игровой день белорусы сражались против австрийцев. Несмотря на высокую скорость и большой прессинг, в реализации моментов у красно-зеленых не все ладится. Тем не менее, двух шай вполне хватило для набора трех очков и для того, чтобы порадовать болельщиков. Не надо ничего припалять. Все идеально. Отлично. Молодцы. Наши выигрывают. Я думаю, что наши выиграют. И этот турнир полностью выиграют. И будут играть на чемпионате мира. И мы выйдем в высший дивизион. Победа будет за нами. Победа над Австрией позволила нашим парням выйти в финал турнира четырех наций. Где соперником белорусов будут хоккеисты из Дании. О том, кто стал победителем этой битвы, мы расскажем совсем скоро. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели.